Да, если не было вообще никакой борьбы, то есть нельзя говорить о том, что победа должна быть стопроцентной. Об этом речи не идет, сегодня будем говорить об этом время на лекции. Речь идет о том, что у человека есть какой-то опыт этой борьбы. Не бывает победы стопроцентной. Посмотрите, даже если завершилась какая-то война, то последствия этой войны еще растягиваются лет на 200-300. То есть не так просто победить. Поэтому, неважно в каком проценте все это измеряется, но если сама работа идет, если какие-то усилия прикладываются, то вот этим опытом можно делиться. В конце концов, неудачный опыт тоже опытом нужно делиться. И в плане работы над своими чувствами, это очень позитивный опыт опыт, опытный удач. Позитивный опыт, потому что мы понимаем, что, в общем-то, мы неправильно подходим к этому вопросу, мы слишком самоуверенно подходим к этому вопросу. Мы думаем, ну сейчас, какая проблема? Разберемся, быстренько все сделаем, как надо, и все будет хорошо. Не получится так. Не получится. То есть подход к духовной жизни должен быть абсолютно серьезным. Это опыт неудачи, это опыт несерьезности. Поэтому он тоже позитивен, им тоже нужно поделиться. Таким опытом неудачи, что да, решили, обрадовались, попробовали, ничего не получилось. Значит, надо посерьезнее в этом разобраться. Поэтому, конечно же, если никакого опыта нет, в общем-то, не позитивного, не негативного, а просто, так сказать, идет речь об информации, то, конечно же, что передается? Передается нежелание меняться. А фактически, что это такое, это материализм, это нежелание меняться. Поэтому, конечно же, задеваются негативные мотивы в человеке. Поэтому, в общем-то, и результат негативный. Мы говорили в этом проблема современного образования. Информации передается много, но результат негативный. Почему результат негативный? Потому что задеваются низкие эмоции, низкие чувства. Задеваются низкие идеи. Просто низкие идеи. Поэтому, в результате, на выходе получается деградирующий человек. Вроде бы, информация получается, а задевает эту информацию. Эта информация, так сказать, несет в себе низкую энергию. Это похоже информация, похоже на лодку. На лодку. Что оно? Кто в этой лодке? Что в этой лодке? Что оно? Кого оно перевозит на дна, на другой берег? Поэтому, и так же, учитель, это некоторая лодка. Весь вопрос, что внутри? Что внутри-то? Лодка-то, понятно, может быть, хорошая. А внутри-то кто? Какая команда внутри? Вот этот набор характеристик. Набор этот характеристик. Поэтому, в общем-то, конечно же, мы понимаем это. Мы понимаем это и всегда пытаемся увидеть, а в чем, в общем-то, качество конкретного человека. В чем его качество. И эти качества не определяются тем, каковы достижения в каждом конкретном качестве. Эти качества определяются тем, как человек продолжает свое развитие. Если он продолжает из года в год, из дня в день, значит, это развитый человек. Просто развитый человек. То есть мы не можем определить, какое должно быть процентное отношение в этой борьбе. Мы не можем определить, насколько нужно в каждом конкретном случае опобедить гнев, зависть, тожделение, злобу. Мы не можем это определить. Это не в нашей власти. Поэтому любая наша оценка будет неправильной. Все, что можем оценивать, это постоянство. Насколько постоянно действует человек в данном направлении. А со всевозможными процентами и качеством работы, это, в общем-то, не наше дело разбираться. Поэтому наша задача, в общем-то, оценить постоянство этой борьбы. Постоянство этой борьбы. Просто постоянство. Поэтому, в общем-то, оценивать могут только очень опытные судьи. У них должна быть полномочия судьи. Великие учителя. Они видят душу, могут оценить. Это их оценка, они никому не скажут. Но они помогут. Их оценка такова, что оценив, они могут помочь. Если мы оцениваем, мы не сможем помочь. Вот в чем наша проблема. То есть оценивать можно только тогда, когда мы можем помочь. И когда у нас есть огромный опыт. Огромный опыт. Чтобы понимать, кто победил в действительности. На чьей стороне победа. На чьей стороне победа. Восток очень тонок. Он очень тонко подходит к победе и поражению. Это, в общем-то, воинское искусство. И в восточном воинском искусстве. Есть эта наука, наука о судействе. Как судить. И очень сложно определить победителя. Очень сложно определить победителя. В общем-то, определяется не тот, кто победил в конкретной битве, а кто повел себя благородным. Очень много тонкостей. Целый кодекс. Кодекс такой. Судейский кодекс. Много-много тонкостей. Много-много. Два воина, они борются друг с другом. Бьются. Бьются насквозь. Изо всех сил. И никто из них не проигрывает. Оба в равном положении. Никто не может победить. Но судья должен извлечь свой вердикт. Как вы думаете, кто считается победителем, если сладко разным? Кто знает. Кто испугался? Ну, обычно, читоба не испугались. Разбились до конца. Какие есть варианты? Представьте, что вы судьи и оцениваете эту битву. Очень интересно. Как вы думаете, кто? Прекратил? Просто прекратил? Судья должен кого-то выбрать. Судья должен кого-то выбрать. Это соревнование. И всегда должен быть какой-то победитель. Они-то остаются с друзьями. А кого объявлять победителем? Это битва. Это воины. Должны быть обязательно победители. Это все другое. Мы о другом все говорили. Сейчас мы говорим о воинах. Воин обязательно должен быть. А вот не побеждают. А вот не побеждают. Не закончится. Вот все. Вот уже лежат. И все равно душат друг друга. А сил уже нет. Все равно душат. И за дня в день. Вот не уступают. Вот очень интересно. И это правило до сих пор сохранилось в воинских единоборствах. В восточных правилах это осталось. До сих пор. Очень интересно. Очень интересная тонкость. Если оба равны. Но у них все равно есть какое-то различие? А чем они отличаются, как вы думаете? Очень просто. Сейчас все мыслят очень высоко. А решение очень простое. Чем они отличаются оба воина? Вот воюют абсолютно одинаково. Ну, разница-то есть какая-то? В чем эта разница? Очень просто. У вас дома даже стоит такой аппарат для определения, кто победил в этом случае. Дома прямо у вас стоит аппарат. Вы это можете делать или заказать деньги, не знаю. Весы, да? Что они делают? Они взвешивают воинов. Их кто победил? Тот, кто легче. Потому что раз они равны, но тот, кто легче, тот в каких условиях находится? Более сложных. Более сложных. Другой воин более тяжелый. А значит у него удар сильнее. Значит защищаться против него труднее. Поэтому победил тот, кто легче. Очень просто. Простая схема, да. Простая схема. Очень простая схема. И для этого нужно быть профессионалом. Видите, не так-то просто догадаешься. Не так-то просто догадаешься. У тебя на самом деле все просто. И так же и здесь. Если мы пытаемся оценить какого-то человека, нужно быть профессионалом в этом деле. То есть нужно в действительности разбираться в этом. Но мало кто может это делать. Мало кто может заглянуть в человеческую душу. Это дается сверху. Дается сверху. Это не обычные качества. Это качество учителя. Дается разрешение видеть душу других. Видеть их уровень. Дается разрешение. Самому это видеть невозможно. Дается богословение. Разрешение. Некоторый такой. Немного даже волшебный процесс. Но так происходит. Поэтому это очень интересно. Это очень интересно. И в ведах рекомендуется не считать такую душу простой. Это не простая душа. Она видит, как помочь другим. Поэтому на Востоке эта личность называется гуру. Гуру это не просто какая-то личность. Она видит. У нее есть квалификация. Дать оценку и помочь. У нас нет этой квалификации. Поэтому мы должны принять учителя. Принять гуру. И тогда нам это поможет. Потому что никто нас не оценит правильно. Одни переоценят. Это будет, так сказать, лезть. А другие недооценят. Это будет завист. А получить должную оценку очень трудно. И только учитель может дать должную оценку. В этом его характеристика. В этом его качество. Угу. Еще вопросы. Задача этой культуры. Задача этой книги не все нам объяснить. А задача этой книги дать нам понять, что от нас многое, что зависит. То, что мы вечны и нас многое, что связывает. То есть на задаче этой книги дать понять, что наши долги продолжаются. Что нам есть что еще делать. И мы должны это делать с пониманием, что от нас многое зависит. Это книга, которая уничтожает наши иллюзии по поводу жизни и смерти. Поэтому многое может быть в культурном плане будет непонятно. Потому что мы не знаем, как перенести эти идеи на современную культуру. Ну, поверьте мне, не так сложно. Просто у нас нет опыта такого. Но дело не в культурных каких-то аспектах. Понятно, что сейчас другое время. И некоторые вещи объяснять нужно по-другому. Но сама идея, истина, она состоит в том, что все это правда. Это не какая-то шутка, это не какое-то успокоение. Это истинная правда от начала до конца. Просто, может быть, сказать, необходима какая-то адаптация культурологическая. Ну, не более того. Это может быть, знаете, как... Любые книги требуют комментария. Поэтому почему мы читаем эти книги? Почему мы читаем именно эту Багавадгидру? Потому что в ней есть хороший комментарий. А в той книге нет комментариев. Поэтому нам что приходится самим догадываться, о чем идет речь? И это большая проблема. Потому что самим очень трудно догадаться, не владеет и квалификация востоковеда, культуролога. Очень трудно понять, как это, в общем-то, в нашей схеме можно воспринять. Поэтому, в общем-то, и книги без перевода читаются в таких, в экстремальных случаях. А в основном нам нужен такой комментарий, хороший комментарий, где все разжевано, объяснено, в общем-то, уже по поводчикам разложено. И тогда становится все понятно. Почему? Потому что писали эти книги люди великие. И что такое великий человек? Он думает, что другие тоже великие. Поэтому такие книги, они написаны очень кратко, с некоторой надеждой, что тот, кто читает, будет понимать подтекст. Но, к сожалению, эта надежда не всегда оправдывается в нашем случае. И мы не всегда понимаем то, о чем нужно было сказать. А поэтому есть особые книги, которые разъясняют подтекст. Есть книги, которые разъясняют суть Бхагавадгиты. Есть книги, объясняющие внутренние связи, внутренние слова, внутренние эмоции. Множество разных таких объяснений. Поэтому, в общем-то, сама идея нужно ее увидеть. А о тонкости в них можно разобраться, в принципе, не проблема. Нет вопросов. Сегодня у нас двенадцатый стих, страница 95-я. Пожалуйста, откройте. Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Текст двенадцатый. Послушайте, как он звучит на санскрите. Следите за строчками. Переводится это так. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Целый ряд стихов будет говорить об одном и том же, с разной степенью погружения, И кому-то эта беседа на поле боя могла бы показаться личной некоторой проблемой Арджуны, которую он пытался решить с Кришной. Однако это вовсе не так. В этот особый момент на планете Земля было проявлено знание, необходимое для того, чтобы навсегда уйти из этого мира. Это особый момент. Все такие моменты особые. Поэтому и этот момент особенный. Когда знание было проявлено. Знание, с помощью которого можно решить все проблемы. Это не какая-то шутка. Это не какой-то такой экстрасенсорный выход в другие миры. невозможно никакое знание такое получить. Невозможно получить такого рода информацию из какого-то мимого информативного поля Земли. Какая там информация, там телевизионная информация, там телепрограммы, радиопрограммы, газеты, журналы. Невозможно получить такого рода информацию ни из каких источников. Такую информацию можно получить только от Бога. Причем лично. И это не шутка. Это не шутка, мы видим, это не происходит каждый день. Если бы это происходило каждый день, никому не нужна была бы эта книга. Все бы каждый день выходили бы на связь с Богом и сами бы получали боговарбиту. Никто так просто не выходил на связь с Богом и не получал подобное знание за все прошедшие несколько тысяч лет. Поэтому, особенная ситуация. Необычная ситуация, она интересует всех. Никто не может создать ничего подобного, факт. И это была публичная передача некоторого плана возвращения назад в Духовный мир. Фактически, бесплатная раздача билетов на поезд в Духовный мир. Такое бывает иногда. Некоторая акция. Поэтому, знали заранее, некоторые знали заранее, что эта акция будет. Поэтому, жители других планет разрабатывали планы, чтобы родиться в этот момент на земле, рождались предварительно. Об этом описывают трактаты. Что многие ставили свою целью. Некоторые великие личности могут рождаться там, где они захотят. Захотят в семье Путина родиться. Но они захотели и родились в это время, в этом месте. Почему? Потому что знали, в этот момент будет контакт. Будет передача концептуального знания. И это очень интересно. Поэтому на земле собрались необычные души. На земле собрались великие гады, которые хотели все это разрушить. И собрались великие личности, которые хотели не допустить, чтобы это все разрушилось. Поэтому было весело, в общем-то, и началась Великая мировая война. Потому что все собрались. Самые великие собрались. Когда великие собрались, все весело. Мы знаем. Когда великие собираются, весело. Это уже не просто все. Все очень весело, интересно. Поэтому Махапкараты это интереснейшее произведение. Все происходило каждый день. Все менялось, удивительные события. Вот это была, так сказать, история. Ничего подобного невозможно ни придумать, ни написать. Все остальное так грустно. Все наши произведения толстенные, они настолько смешны по сравнению с такими концептуальными, в общем-то, идеями. Даже речи никакой нет. Речи никакой нет. И что это был за билет? Это было понимание отличия души от тела. Было дано четкое понимание отличия души от тела, что является концептуальным знанием для изменения своей жизни. Концептуальным знанием для изменения себя. Это знание о том, что наша индивидуальная жизнь вечна. Об этом говорится в этом стихе. Наша индивидуальная жизнь вечна никогда не прерывается, никогда не прерывется. И в воде этой информации человек может навсегда избавиться от страданий, от проблем, от скорби. Это то, что решает. Это действительно знание, которое дает решение. Оно способно решать. Знание, которое фактически решает все. Это может решить. Даже богочестие не способно ничего решить. Богочестие не способно ничего решить. Недавно мне рассказывали, один китайец объявил на весь мир, что он решил прожить тысячи лет. Такой немножко нагловато китайца. И для этого он решил избрать путь богочестия. И последние 20 лет он не живет со своей женой, он питается только вегетарианской пищей. То есть он уверен, что нашел секрет вечной жизни. Как будто никто не знал. Правда, он немножко ошибается. К вечной жизни это не приводит очень проблем. И поэтому он встал на этот путь. Говорит, простая пища очищает мой организм. Если человек просто питается простой пищей, его организм естественным образом очищается. Старая, древняя, понятная идея. И он не растрачивает энергию на веселое времяпровождение, на сексуальное отношение. Тоже всем понятно, всегда бывает. Никакой проблемы нет. Любой спортсмен это знает. Что если вы хотите достичь успеха в каком-то физическом занятии, в жизни, необходим, либо просто необходим. Эта идея, она известна всем. Никакой проблемы нет. И в этом принципе он прав. Эти два принципа, в общем-то, в своей, в общем-то, идеи, в своей материальной концепции, эти два принципа идеальны. Если человек следует этим двум принципам, то он, в общем-то, достигает всего в этом материальном мире. Факт. Он очень прав, да. Современная пища очень подозрительна, конечно же. Не важно, как она красиво называется. Такие красивые названия. Там думают, сервилат. Я был долго в иллюзии, думал, что это что-то с мармеладом как-то связано. Ну, когда мне объяснили, что это такое, мне стало плохо. Знаете, что такое сервилат? Кто знает, скажите. А из чего колбаса ложится? Все? Из свиных мозгов. Изначально из свиных мозгов. Сервилат. В общем-то, сервилат, это слово, мозги на каком-то языке, на итальянском, не помню, или на каком, не помню, мне объясняют. Мозги переводятся. Колбаса из мозгов. Из свинячих мозгов. Да, не страшно. В этом идея. А поэтому звучать может очень красиво, да. Звучит очень красиво, аппетитно. Но когда узнаешь, в чем идея, конечно, мы сомневаемся, что это позитивно на чульских мозгов. Как скажется. Есть некоторые сомнения. Некоторые такие большие, серьезные сомнения. И о чем идет речь? Речь идет о том, что передача знаний начинается именно с объяснения индивидуальности. Посмотрите. Объяснение начинается с самого главного. С индивидуальности души. То есть передача божественного знания начинается с объяснения индивидуальности. Именно с непринятием индивидуальности начинаются все проблемы человека. Как только мы не принимаем индивидуальность других, у нас начинаются проблемы. Это называется эгоизм. Эгоизм, когда мы не способны принять индивидуальность другого человека. То есть человек считает, что только его идеи правильные, что все его поступки полезны. Видение его адекватно, остальные неправильно видят ситуацию. Слова важны его. И вообще такой человек является отталонным мышлением. Думаю, как вижу я, так видят и остальные. А если они так не видят, это просто сумасшедшая жизнь. Поэтому он делит мир на две составляющие. Все, кто со мной согласны, мои друзья. Все, кто со мной не согласны, кто? Ну и враги. В этом идея. Поэтому начинаются разного рода проблемы. Конфликты, несогласия, противоречия, войны, драки. Просто противоречия. Я прав, нет, я прав. Я прав, нет, я прав. Я прав, нет, я прав. Сегодня я ехал в автобусы. Водитель автобуса спорил с пассажиром, кто из них прав. Они хотели там что-то объехать, какую-то пробку. И водитель поехал так, а другой был с ним несогласен. Потому что там, где они это место объехали, а там нужно было выйти этому человеку. И они сильно ругались, ругались, ругались. Доехали мы до метро, они вышли и начали драться. Да, ну, что делать? Вообще интересное место. Москва, тут много всего увидишь. Такого просто не увидишь, что сказать, в России. Москва такое. Театральное место. Тут все разыгрывается перед тобой. Хочешь посмотреть, пожалуйста. Можно увидеть, немного интересного. Поэтому человек пытается доказать всем свою правоту, доказать всем свою форму видения, объяснять всем, спорить со всеми, воюет. Но в результате просто разбивается. Об эту стену не понимает. Потому что все остальные точно такие же. Точно такие же. Точно такой же эгоизм. Волна на волну, стенка на стенку. Только никакого нет. И в чем идея? Есть эгоизм истинный, а есть эгоизм ложный. И ложный эгоизм – это наше неправильное понимание своей личностной природы. Мы думаем, что отличаемся друг от друга полом, возрастом или национальностью. Но это как раз отличия телесные. Они временные, а значит не так уж и важные. Это называется ложный эгоизм. Телесная концепция ложная, именно она заставляет нас проявлять ложные желания. Вот в чем идея. Ложный желание – это ложная телесная концепция жизни. Ложная телесная концепция мировосприятия заставляет нас проявлять ложные желания. У нас появляются ложные желания. Мы ошибаемся в том, кто мы есть. И поэтому ошибаемся в своих желаниях Мы думаем, это мои желания, это не наше желание Это желание нашего тела А именно желание изначально формирует карму человека Именно желание формирует карму Деятельность приходит немного позже И она основана на уже сформированных желаниях человека Но карма формируется желаниями Карма это желание человека Вот все желания, которые у нас есть, это наша карма Вот она. А уже действия накладываются сверху. И здесь есть предъявительное явление. Наше сегодняшнее желание сформировано от предыдущей деятельности. А наше будущее деятельность сформируется сегодняшними желаниями. Вот это и есть заколдованный круг материального мира. Вот эта ловушка западня, капкан, заколдованный круг. Что-то мы делали в прошлом, в частности, с тяжеланием. И так у нас есть эти желания, поэтому у нас в будущем проявляется определенная деятельность, которая опять сформирует в будущем желание. И так все идет по кругу, бесконечно. И вырваться из него можно только обретя истинную индивидуальность. Истинную личностную природу. И секрет в том, что сами мы, сейчас очень важную вещь разберем, то, что мы сегодня в начале лекции начали разбирать. Сейчас мы подробнее об этом поговорим. Секрет в том, что сами мы не можем изменить свои желания. Сами мы не можем их изменить. Так как они сформированы в прошлом. И хранятся очень глубоко в сердце, в подсознании. Очень глубоко в сердце. Даже если мы понимаем, что наши желания вредны, мы не можем так просто от них избавиться. Все это заметили? Очень интересно. Мы не можем сказать себе, все, я этого больше не хочу. Не можем этого сделать. Потому что они сформированы в прошлом. Они сформированы в прошлом. Это уже то, что мы получили. Желание сохраняется в сердце. А добраться до сердца не так-то и просто. Операции на сердце очень сложные. И что интересно? Что самое интересное в операциях на сердце? Их невозможно сделать себе самостоятельно. Невозможно самому себе сделать операцию на сердце. Вот что интересно. Поэтому желания уничтожаются только тогда, когда мы принимаем Бога как своего единственного спасителя. Спаситель от чего? Мы говорили на прошлой лекции. От наших собственных желаний. Кто-то должен нас спасти. Сами мы не можем себе операцию на сердце провести. Кто-то другой должен. Он как опытный хирург проводит операцию в нашем сердце. Проводит эту операцию. И любая операция, конечно же, немножечко может быть неприятна. Немножечко болезненно. Поэтому и в жизни духовно развитых людей проявляются некоторые проблемы и страдания. Операция идет. Операция идет. За один раз полностью не излечишь. Полностью сердце не очистишь. Эта операция растягивается на всю жизнь. И раз за разом наше сердце освобождается от какого-то количества желаний. Раз за разом. Если человек открыт этой операции. Открыт. И кажется, в какой-то степени кажется, что в принципе нет ничего сложного в том, чтобы понять отличие души от тела. Что такое сложного? В принципе кажется, что легко. Однако мудрецы утверждают, что это одна из самых сложных задач в материальном мире. Одна из самых сложных задач. Понять отличие души от тела. Самая сложная задача. Почему? Потому что именно это понимание вводит человека за пределы кармы. Представьте себе. Человек понимает это. Он выходит за пределы кармы. Фактически он выходит за пределы материального мира. Фактически он становится жителем не этого мира. И это далеко не дешевка. Далеко не дешевка. Человек пытается применять материальные способы, чтобы решить данную проблему. Но это ему не особенно помогает. С одной стороны, как это происходит? С одной стороны, человек думает, что если он изменит свое поведение, свое окружение, свою деятельность, то это сразу же изменит его мышление. Но это далеко не так. Например, можно попробовать одеть любую одежду и посмотреть, насколько концептуально изменится наше желание. Насколько они изменятся. Если бы это было так просто, если бы просто внешними изменениями можно было бы изменить свои желания, то магазины одежды писали бы в рекламе, что их рубашки избавляют от жадности. Наски от гордости, галстуки от зависти. Было бы, в принципе, неплохо. Изменил что-то во мне, и желание тоже изменилось. Можете путешествовать по всему миру. Я путешествую по всему миру. В любой части мира одни и те же желания присутствуют в сознании. Одни и те же. Ничего концептально не меняется. В концептально ничего. Хоть как, хоть как. Хоть в песок закопайся, хоть в воду нырни, хоть на гору залезь. В принципе, желание те же самые. Со внешними изменениями. Ну, так просто ничего не добьешься. С другой стороны, человек пытается представить себе, что он уже освободился от желания. Или что он освобождается от желания. Он представляет себе, он элитиирует. Как голубой сверкающий поток пронизывает его тело, очищает от всех желаний. Думает о хорошем. Но его желания смотрят на все эти медитации, на все эти попытки. Некоторые детские игры. Просто с усмешкой. С таким же успехом можно представлять себе миллионером. Почему нет? Так люди, кстати, и делают. Они представляют себя миллионером. О, я направляю на себя поток богатства. Я миллионер. Правда, после медитации почему-то в карманах не прибавляется ничего. Есть некоторые проблемы. Ничего, кроме смеха, это не вызывает, конечно. Это еще цветочки. Ягодки начинаются тогда, когда человек пытается стащить Бога на свой человеческий материальный уровень. Когда он пытается стащить его на свой уровень. И он думает о нем, как о своем соседе. Как о ком-то, кого можно раскусить или понять немножко поднапрягшись. Что я напрягусь и пойму. Напрягусь и решу. Такое материальное мышление. Напрягусь, немножко и решу. И так появляются вот всевозможные мистики, экстрасенсы, магию. И думаю, сейчас я напрягусь и выйду с Богом на контакт. Они думают, что Бога можно услышать или почувствовать немного настроя свои мозги на его канал. Немножко поднапрягшись. Поднапрягемся и все поймем. Просто не донапряглись. Надо напрячься. Не мешайте мне. Вы не сбиваете всей энергией. Экстрасенсы это имитаторы святости. Это имитаторы. Имитаторы святости. Но они получают свои откровения из своего собственного сумасшедшего сознания. Думаю, что это слава Бога. Поэтому... А почему бы для начала не поговорить в медитации с Путиным? Что-нибудь простое. Почему бы не найти все клады этого мира и не стать сразу богатыми и объяснительными? Почему нет? Есть такой великий медитатор. Иди, найди там золото. Какая проблема? И живи спокойно дальше. Нет. Все очень дешево. Все очень грубо. Все приходит из собственного ума. Почему бы не найти всех террористов и преступников вместе в летах? Какая проблема? А хорошо было бы пойти в пожарные и за 15 минут раньше приезжать на пожар. Да? Было бы здорово. Если хоть один из них есть в этом мире. Пусть пойдет пожарный работать, я прошу. Но это же так будет полезно, ей Богу. Согласитесь. Вот я готов вам даже зарплату платить из своих доходов. Большую. Только пусть на 15 минут раньше машины приезжают на пожар. Да? Правда же удобно. Действительно. Согласитесь. Обман от начала заказа. Причем такое целенаправленное. Серьезный обман. За большие деньги. То есть на этом просто зарабатываются большие деньги. На самом деле даже простейшее видение кармы невозможно получить без божественного откровения. Напрягшись невозможно. Просто напрягаясь невозможно. Сколько бы человек ни напрягался, девятиэтажки ему с места на место не переставить. Понимаете? Как бы он ни напрягался. Не получится. И увидеть карму, понять карму тоже так просто не получится. Это откровение. Не так просто увидеть устройство материального мира. Просто напрягшись, причесавшись по охмачи. Невозможно понять устройство материального мира. Просто обман. Просто обман. Это такая очень тонкая надежда на то, что все-таки не нужно следовать духовной практике. Что можно себе рамочку прикупить, просто из проволоки согнуть. Какую-нибудь. заменители духовной практики. Абсолютная иллюзия. Чтобы настроиться на Бога, надо выкинуть свои мозги на помойку. Нужно полностью открыть свое сердце и отключить свое материальное мышление. Так просто это невозможно сделать. Невозможно. Почему они так поступают? Потому что хотят не избавившись от вожделения, начать свое общение с Богом. Но это и есть вожделение. Это и есть форма вожделения. Только названная каким-то духовным опытом. Названная чем-то более высоким. Но как собаку не называй, она все равно будет гавкать. Хоть называйте ее кисой целый день. Хоть кем, она все равно будет гавкать. Как ее не называй. Поэтому и вожделение есть вожделение. Поэтому мы не можем понять духовность, понять высокие материи, понять Бога материальными чувствами, материальной логикой, материальным сознанием. Сначала надо пройти очищение. Очищение. Это похоже на то, как, знаете, очищают старые иконы. Это очень интересно. Мне показывали, как это делают. И снимают слой за слоем. Очень интересно. И сначала снимают верхние слои. Какая-то современная зарисовка. Потом ее снимают. На подне обнаружится другой слой. Потом третий, четвертый. Так может дойти до изначального произведения. Очень интересно. И никогда не знают, что дальше. Никогда не знают, что на этом последнем слое. И то же самое происходит с нашим сознанием. Тоже слой за слоем. Все изменяется, открывается, изменяется, открывается. И мы сами не знаем, как это происходит. Кто должен нами руководить? Мы не можем сами сказать, что вот я все, вижу истину. Я увидел Бог. Каков признак того, что человек видит Бога? Есть один из признаков. Очень интересно. Помните, мы говорили о признаке Бога? Разобрались. А теперь признак того, кто видит Бога. Очень интересный признак. У этого человека уходит материальное желание. У него уходит материальное желание, он перестает видеть объекты чувственного нашлаждения. Он их просто перестает видеть. Они просто перестают его интересовать. Его больше не интересует. Если человек видит Бога, материя больше его не интересует. Он не замечает прекрасных представителей противоположного пола. Как будто это очередное дерево на дороге. Он не замечает. И увидеть поэтому Бога может только тогда, когда уходят все материальные желания. Когда они все уходят, а в результате остается последний слой. И вот этот слой это слой духовности. Именно он. Что же делать? Поэтому Бхагавадгита рекомендует сначала видеть Бога глазами своего Учителя. Как это сделать? И Бхагавадгита отвечает, нужно жить так, как говорит нам Учитель, по его словам, по философии. Нужно жить по духовной идее. И это очищает наше сознание от грязных желаний. И подготовит нас для этих встреч. То есть мы должны видеть мир через философию. Мы должны видеть мир философскими глазами нашего Учителя. Видеть мир через парадигму нашего Учителя. Наше видение не очень верно. Нужно видение какой-то более возвышенной личности. Поэтому, когда мы становимся учениками, мы способны реально увидеть мир с другой платформы. Поэтому нам легко добраться до нее, если мы видим эту другую платформу. Наше мышление становится более широким. И карта открывается. Можем идти уже к этой точке. Мы видим ее. Что все это значит? Значит, что мы должны избегать греховных действий и одновременно отчаянно молиться о том, чтобы Бог забрал наши желания греховные. Мы должны избегать греховных действий и молиться о том, чтобы эти желания ушли. Потому что само, очень интересно, само вот это избегание греховных действий не способно избавить от самого желания. Если человек просто что-то не делает, это не избавляет его от желания. Например, если не пить, что уйдет? Жажда, что ли? Попробуйте не пить. Что жажда уйдет? Так просто не уйдет. Если не есть, что голод просто пропадет? Да не пропадет голод, так просто. Не так это просто. Нет. Необходимо нечто большее. Нечто большее. Сомним это сделать чрезвычайно сложно. Потому что вот эта наша ложная личность, как мы говорили, ложная личность, вовсе не хочет избавляться от этих желаний. Это наше ложное самоопределение, не хочет избавляться от них. Они ее вполне устраивают. И что самое интересное, наша личность вполне устраивает наше желание даже в соединении с глубокой религиозностью. Никакой проблемы нет. Вполне устраивает, да нормально. Какая проблема? Они даже умудряются называть это практичностью, разумностью. Иногда они говорят, ну зачем такой лишний фанатизм? Нужно жить проще, спокойно. Один богатый человек однажды понял, что в жизни сейчас-то нет. И так он, молясь Богу, пообещал, что если все его проблемы разрешатся, то он продаст всю свою недвижимость, а деньги раздаст на пожертвование. Через некоторое время так и произошло, почему нет. Все его беды разрешились. И он понял, что надо исполнять свои обещания. Однако хитрый ум подсказывал ему, что это очень невыгодно. Как-то невыгодно. Ситуация уже решилась. Зачем все отдавать? Как-то невыгодно. И тогда он объявил о том, что продает свой дом вместе с кошкой. Причем за дом он просил один доллар, а за кошку один миллион. И так продал дом с кошкой. И потом честно сделал то, что обещал. Все деньги за проданную недвижимость один доллар он отдал на благотворительность. Ну, а миллион за кошку оставил себе. Все как договаривались, честно. Какая проблема. Поэтому ведок дается концепция ученика. Но, например, очень интересная фраза есть в ведок. Говорится, что плох тот слуга, который хочет вознаграждения за свое служение. И плох тот господин, который хочет, чтобы ему служили. Очень интересно. Это говорит о том, что мы должны любить истину без ожидания зарплаты. Без ожидания чуда. Без ожидания вознаграждения. Только бескорыстная любовь приносит удовлетворение. Вот чем идея. Это нужно запомнить и записать себе везде. Только бескорыстная любовь приносит удовлетворение. Только бескорыстная. Все остальные приносят неудовлетворение. Неудовлетворение. Вот чем идея. И тот, кто понимает это, понимает Бога. Хотите понять Бога? Поймите, только бесконечная любовь приносит удовлетворение вот секрет звучит хорошо но от мозгов как-то отталкивается чувствуете, нет? немножко отталкивается от мозгов застревает уже, хорошо, да вообще есть несколько признаков того, что человек понял Бога например понимающий Бога человек любит слушать о Боге например, как это происходит? человек приходит на лекцию и говорит а, тут опять о Боге, я знаю Бога я все знаю о Боге, мне это не надо, до свидания что это значит? значит, что он не понял Бога если человек понял Бога, он любит слушать о Боге ему нравится слушать о Боге если ему кажется, что это уже все старое, давно пройденное он просто не понял ничего такой признак Очень интересно И также такой человек любит разговаривать С духовно развитыми людьми Ему нравится говорить с духовно развитыми людьми Он готов не просто слушать Он готов слушать об одном и том же качестве Тысячи раз подряд Тысячи раз подряд Вчера шел в магазин И какой-то такой товарищ Такой активно настроенный на проповедь Поймал какого-то мужичка И крепко ему объяснял Что если он прямо сегодня не спасется То все, шансов нет И тот сильно ругался от него Отбивался Я проходил минул Сказал, вы мне расскажите, что вы мучаете человека Давайте я послушаю И что-то начал мне минуту две рассказывать Потом посмотрел на меня и говорит Да, что-то не идет как-то разговор Я говорю, мне интересно рассказывать Рассказывать Нет, что-то не могу, я пойду я Как-то что-то он заволновался Мне искренне хотелось послушать Я люблю, мне нравится Мне нравится, когда другой человек Очень искренне проповедует Это очень интересно Очень интересно Это всегда должно нравиться Интересно Но человеку не понравилось Потому что речь шла не о разговоре О Боге А было духовное насилие Духовное насилие Это такая некоторая Аркан пытались накинуть на шею Знаете И оттащить Так сказать В какую-то, так сказать Якобы духовную организацию И заставить любить Бога Нет Бескорыстная любовь, мы говорили Вот секрет удовлетворения Невозможно кого-то заставить Любить Бога Невозможно Невозможно заставить Любить Бога Заставить невозможно Никак не получится Это не произойдет В этом идее Поэтому Все это действительно является Отчищением Когда человеку нравится Слушать и быстрее Это действительно любовь Но любовь это слушать Об объекте любви И в ведах и желании Слушать об одном и том же Духовном событии Об одном и том же Духовном качестве Об одной и той же истине Как вы думаете называется Желание слушать Об одном и том же Великая радость Когда человек слушает Об одном и том же Духовном качестве Духовной истине Как вы думаете Как это называется Называется самадхи Самадхи называется Или высшая форма экштаба Самакси называется Желание вновь и вновь Слушать об одном и том же Духовном событии Об одной и той же духовной реальности Об одной и той же истине Да, как интересно Интересно Поспрашивать у современных йогов Как они себе представляют Самакси Поспрашивать и у вас волосы дымом станут Как они себе представляют Самакси Можете собрать целую книгу напишать И не будет вот этого Вот этой фразы не будет Будет все остальное А на самом деле желание слушать об одной и той же истине Вот это Самакси Вот это полная Вот это есть полнота души Когда хватает чего-то одного Духовного, чтобы полностью запомнить Духовность все заполняются Достаточно чего-то одного Как знаете там Влюбленный, какой-нибудь там пуговицы Сынокуя тут своего любимого И все, и он уже пуговицы Счастливый, доволен Ладно Так же и духовно развитому человеку достаточно чего-то одного И он уже полностью Он уже в Самакси Он может думать об этом Он может думать об этом всю жизнь Всю жизнь абсолютно без проблем А если еще и больше Так ух Это уже не Самакси Это уже умереть можно Отчасти Однажды один верующий человек Умирая В общем-то уже практически в старости При старости уже почти умирал Он обходил храм Бога А на Востоке принято обходить храм И тем самым выражая свою любовь Предность, уважение Божеству И Лакшми Супруга Нараяны Лакшми богиня процветания Она сжаливаясь над ним Попросила своего супруга сделать его богатым Ну что тебе Ну вот Жалко что ли Но Нараяна отвечал Ну тому пока армия не положено В общем-то Наслаждаться роскошью Да если я ему дам То он все равно не сможет Мне воспользоваться Потому что уже погружен в духовную жизнь Ему это все не надо Ну Лакшми настаивала Она как женщина Капала ему Капала на мозге Ну дай, дай, дай 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 Дай, 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 дай А то ужина не будет И Нараяна сдался Женщины везде одинаковые Поэтому он сдался И поставил на пути этого верующего Сосуд наполнен драгоценностями На его дороге Как он обходил все время храм Поставил там сосуд И верующий человек Когда-то обходил храм И думал о своем Он беспокоился о том Что вот это старость, старость И он боялся Что в старости он потеряет зрение И он думал Как же я буду храм Бога обходить Слепой И он решил Пора тренироваться прямо сейчас Пока не поздно Поэтому он закрыл глаза И начал входить в храм С закрытыми глазами И нам так сказать Несколько кругов обошел Он мимо этого горшка Несколько кругов прошел Так его и не заметил Это и есть Качество человека Который может являться Представителем Бога Только тот Кто ничего не просит для себя Ни славы Ни почета Ни денег Может уступать в этом качестве Все остальное Называется уже гуру И введет человека В деградацию В этом есть идея Полное вручение Седоистине Полное вручение Седоистине Это открывает Действительно Видение Которое способно Помогать другим Если человек Не хочет больше Помощи для себя Он может помогать другим В этом идее Вот такой помощник Называется гуру Для себя он больше Не хочет помощи Ему уже нормально У него есть это что-то одно И его достаточно Он уже счастлив У него есть даже Это одно понимание Истины И он уже в облажении Поможет думать об этом Постоянно И ему уже этого достаточно В принципе этого достаточно Представьте себе Для счастья Человеку достаточно Всего лишь Одной крупицы истины Всего лишь одной идеи Всего лишь одного качества Всего лишь одной концепции Спасать абсолютно счастливым Отдается столько такой выбор поэтому фактически только в нас проблема мы сами не хотим стать счастливыми поэтому стиху пожалуйста мне вопросы задайте вожделение это желание получать то есть желание получить что-то для себя это называется вожделение желание получить что-то для себя человек вожделеет к телевизору он хочет его получить да это форма вожделения это желание что-то получить желание что-то за это получить что-то за это получить где увидели чтобы святые боролись за звание главного святого устраивали конкурсы соревнования где увидели нет святость определяется тем что человек готов помогать другим он не хочет до сих пор поэтому он не тратит время зря на глупости старается действительно помогать другим все пожарную команду всех пожарную команду нечего людям мозги морочить нечего людям мозги морочить хочешь помогать помогай реально нет тумань мозги за это раньше на костре все сжигали именно за это всегда были священники и были туманчики определенные за это раньше просто сжигали сейчас не сжигают сейчас у них деньги зарабатывают это то же самое сжечь в огне славы в огне богатства огонь тот же они все погибнут в этом огне в огне славы богатство вожделения принцип этом хочешь помогать помогай все остальное просто туман мистика называется туман мистицизм то есть это в реальности не помогает это запутывает потому что это не решает проблему никак не решает даже если в этом есть какая-то маленькая маленькая никому не нужная доля правды она только запутывает человека представьте что вы тонете в болоте и к вам приходит такой человек и начинает рассказывать ты тонешь в болоте потому что это болото находится под таком-то градусом такой-то долготы оно называется вот так на карте называется так раньше оно называлось так-то и так-то а в болото тебя толкнул Василия Петровича ты это не видел а он уже убежал в такую-то деревню а к чему это все нужно брать и реально спасать человека зачем ему все эти объяснения к чему это все нужно никому этого не нужно нужно реально помочь а чтобы помочь нужно изменить сознание человека потому что что-то в жизни меняется когда меняется сознание человека то что человеку дается какая-то информация то есть идет пожар представьте себе подходит пожарник к вам подъезжает в этом окне орет из него помогите, помогите он приезжает и измеряет температуру огня 800 градусов и уезжает и уезжает помог или говорит у вас произошло то сказать на возгорание от короткого замыкания до свидания сами виноваты в чем помощь объясняет вам никакую помощь помочь это спасти спасти значит избавить от материальных желаний никто не может избавить от материальных желаний кроме самого Бога поэтому человеку можно дать Бога все, больше ему дать ничего невозможно все остальное это дополнительные грузы в этом болоте хорошая идея хорошая идея очень рекомендую а всем кого встретите рекомендуйте пойти в пожарную команду я всем рекомендую очень полезно факт? конечно полезно ну или скорую помощь тоже полезно на место аварии приезжать заранее так удобно жить, представьте себе действительно же удобно факт конечно о действительно радость поэтому не бойтесь сейчас нет таких волшебников нет таких магов нет таких экстрасенсов чтобы быть таким действительно великим необходимо быть по-настоящему развитым а сейчас такая развитость невозможна невозможно невозможно просто невозможно то есть все что можно это утяжелить чью-то карму своей глупостью дополнительной и так человек не запутался его еще больше запутывают понимаете человек получил страдания потому что он кого-то не любил факт кого-то не любил и какой-то товарищ приходит ему говорит эти страдания у тебя из-за того-то из-за того-то и он еще больше кого-то не любит он утяжеляет его страдания вместо того чтобы научить его прощать и любить ему даются еще какие-то глупости то есть находятся причины и он ненавидит эти причины или человеку плохо и к нему приходят на современные строки и говорят у тебя плохой период и он думает кто ж послал мне этот плохой период я то сам нормальный человек что ж за период такой пришел мне все испортил Бог наверное послал мне этот период кто ж период то мне послал Бог какой нехороший Бог правильно что он такой плохой период мне послал то есть это все усугубляет страдания человека просто усугубляет по настоящему помочь человеку можно только дав ему духовность а это уже функция проповедь функция духовного учителя для этого нужно самому быть развитым достаточно а так это все так сказать как называется медвежья услуга не более того медвежья услуга достаточно смешная причем просто смешная потому что вот мои предложения почему то никто всерьез не воспринимает я когда прихожу меня приглашают в клуб экстразент я им сразу говорю у меня к вам дельное предложение я плачу деньги тому кто будет работать вот в этой должности кто будет приезжать на 15 минут раньше я плачу деньги большие деньги готов 5 тысяч долларов платить какая проблема 10 тысяч готов платить давайте вы все бедные посмотрите давайте я вам помогу поддержку финансово все грустят все горячим издевают не понимаете что ли ничего я как раз все понимаю народ не надо дурить народ не надо дурить народ все это может помочь только в том случае если за этим идет реальная в общем то наука о Боге если человек может использовать какие то свои маленькие микроскопические возможности и с помощью этого дает человеку Бога тогда в этом миске это польза но все остальное просто настолько примитивно вы же лучше слесаряне хотите работать или грузчиками польза будет намного больше оно хоть очищает ну понятно прикрыться можно хоть одеялом хоть иконой хоть чем но только там иконы еще хуже но расскажите это на любому духовному человеку он будет орать минут 30 по этому поводу очень сильно хуже Расскажите это на любому духовному наставнику а в любой традиции и он будет очень сильно ругаться по этому поводу поэтому нужно очень ясно и в общем то четко понимать что не в этом в общем то задача материального мира в общем то вот это вот ожидание чуда это очень низкое состояние сознания это очень низкое состояние сознания это некоторая плата просто человек просто использует чудо как плату ему нужно чудо чтобы он так сказать ощущал что он не зря живет что хоть какую-то зарплату он получил ну это та же самая не искренняя любовь поэтому люди которые идут за чудом они становятся сразу же врагами только чудо перестает происходить до тех пор пока чудо есть те кого совершают пока нет перестают совершать перестают совершать и все и нужно поддерживать не станешь чудо совершать все никому это не нужно очень грустно очень похоже на спорт пока ты делаешь какой-то там результат тебя все любят уважают лоб целуют все перестал делать результат никому ты не нужен поэтому это просто спорт такой эзотерист спорт пока получается делать маленькое чудо вот в лоб целуют перестало получаться никому ты не нужен такая вот она корыстная любовь очень грустная никого не удовлетворяющий а что происходит желание на каких-то церковных местах вообще они никуда не деваются мы выясняли что они так и остаются пока лично не придет разрешение от бога какие-то желания отключить 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 поэтому они остаются но отключены как разъезд разъездки есть но отключены пришел электрик отключил захотите опять включим знаете можно писать на заявление в ЖЭК и вам там радио разъездку отключат и не знаю там еще что-нибудь чтобы меньше платить до сих пор кстати за радио берут деньги если вы посмотрите вот эти раскладки в ЖЭКе никто не слушает радио там одна бабушка на весь район города слушает это радио и то только на 1 мая и со всех берут деньги там сколько-то рублей все равно до сих пор уже и розеток нету никогда и этих проводов нет радио там никакого нет до сих пор берут кстати и может написать на заявление чтобы вас это отключили что вы не хотите за это платить и вам вернут но никуда не делось осталось то есть проводка осталась отключена отключена у меня интернет так же то есть мы уезжаем куда-то мы пока ездим его отключают и такой кабель хороший проложен но интернета нет идешь платишь включают не платишь отключают так же и с качествами пока человек находится в духовном состоянии ему качество так сказать перекрывают вот эти вот греховные желания вот это ладно поменьше этого ладно тоже вот это совсем устал ну ладно потихонечку на месяцок отключим замечали иногда бывают моменты что отходят желания на какой-то второй план легче становится почему становится легче на какое-то время потому что смотрится а что мы будем делать когда эти желания у нас отключатся а будем ли мы более активны в своем духовном развитии если мы не становимся более активными а становимся более спокойными о нормально процесс идет можно и на диване полежать а их они возвращаются назад потому что вот эти пока наши негативные характеристики являются для нас вот этим самым кнутом то есть так сказать подзадоривают нас к развитию мы понимаем что есть чем бороться потом когда так сильно болимся сильно просим что уже не можем нам их перекрывают смотрят ну что а ну спать сразу ну не готов еще без кнута развиваться вернем назад ну-ка добавим огоньку и пока мы это не поймем так и будет туда-сюда полегчало вернулось полегчало да что ж такое что за издевательство да мы это издевательство мы это одно сплошное издевательство нам как лучше а мы это все не в проб мы это все не в проб поэтому все от нас зависит если какое-то качество уходит нужно тут же активизировать свое духовное развитие тогда будет легче если мы расслабляемся будет вкусно да они могут видеть свою форму могут видеть свою форму но об этом не принято говорить да свою духовную форму да находясь в этом материальном мире достигнув определенного уровня святости можно увидеть свою духовную природу увидеть себя увидеть Бога увидеть свою духовную природу ну это очень высокий да каким ты есть не каким ты будешь каким ты есть но это очень высокая стадия поэтому не на ближайшие 30 лет мы просим да вариантов нет только у него можно это просить больше ни у кого но об этом нужно это об этом нужно просить больше никто не поможет для чего мы просим потому что это мешает нам духовно развиваться это он просит вообще вот это просит у всех не только у Бога это вообще просит у всех у всех подряд у каждого у всех всегда потому что если мы хотя бы на чуть-чуть избавимся от своих дурных дурных желаний и у нас действительно есть настрой на увеличение своей духовной жизни на углубление своей духовной жизни это нам очень сильно поможет поэтому мы просим всех чтобы все за нас помолились и наши дурные желания ушли из нашего сердца на какое-то время тогда мы могли бы сделать прорыв сейчас это наш некий забор с которой мы не можем перепрыгнуть мы можем в щелку посмотреть и видим там вот там сад с яблоками с персиками там все а перепрыгнуть не можем и так это вот обидно все вот мы видим вот есть все чувствуют этот следующий уровень чувствуем вот там вот забор высок поэтому нужен хозяин забора чтобы нам калитку открыл тогда мы прошли весь вопрос как мы себя там поведем поэтому если плохо поведем будем яглоки воровать одни проблемы только от нас будут ну выглядит обратно что делать и и и и и для того чтобы разрушительное обстановление было абсолютно целом а что непонятное вот приличное описание что такое предстоитное целом да то есть это некоторая противоположность низкого восприятия. То есть мы видим, что здесь есть какая-то плотность, но когда описывается безличный аспект, говорится, что плотности нет. Мы видим, что есть какая-то определенность, а нет определенности, и создается противоположность. И эта противоположность на какой-то момент разрушает вот это материальное представление, но не до конца. Но какой-то прорыв происходит. Может быть, это все в каких-то рамках современных концепций, которые представляют Бога как свет и любовь. Такая концепция. То есть некоторая отстраненность от материи, что оно есть и с полностью противоположными качествами. Человек трудно представляет, что Бог похож на него. Да. Он это что-то, как бы, если ты еще, что-то... Да. То есть ему это легче для начала, может быть. Что это что-то такое, в общем-то, что-то такое, что можно принять без напряжения. Потому что на любые отношения требуют некоторого напряжения. А здесь вот так ненапряженно. Бог это облачко. Летает так хорошо. Я здесь, он там. Все нормально. Все хорошо. Красивая, прекрасная, воздушная облачко. Как-то не напрягает. Не напрягает. У меня тут своя жизнь, но у него там своя. Он меня любит, и нормально. Я его тоже люблю. Все любят небо. И небо любит вас. Просто держите небо в своем сердце. И если есть минутка, подумайте о небе. Хорошо звучит? Ну, приятно. Ну, можно вот прямо клуб открывать, любители неба. И народу будет, обещаю. Вообще. Зназки сделаем с небом. Я люблю небо, напишем. И будем совместные медитации после РСИ 8 часов вечера проводить. На небо все медитируем. Очень помогает. Для начала неплохо, весело. То есть ничего делать не надо вообще. Кушай свою яичницу, все будет хорошо. А тут вот сколько сложностей. Понимаете? Вот сколько сложностей. Поэтому я... Не так-то просто. Это уже, так сказать, достаточно... Не то, что высокий шаг. Это последний шаг в духовности, когда принимается Бог как личность. Последний шаг в духовности. Самый высокий шаг. Когда я понимаю, что должны быть конкретные отношения. Конкретная марица. Конкретные задачи. Конкретные задачи. Все очень конкретно, ясно, четко, понятно. И это тут же, так сказать, развеивает мои иллюзии. Потому что контакт с небом не может показаться, что у меня очень глубокий. Небо вошло в меня. И я вешал в небе. Небо во мне. Ну, а контакт с Богом сразу понятно, да, что-то не контактируется. Как-то вот есть некоторые проблемы в контакте с Богом. То есть иллюзии все развиваются. Да, тут ясно и понятно, что иллюзии нет. Все очень четко и ясно. То есть вот личность, другая личность. Нужно санавливать взаимоотношения. Поэтому требуются вполне ясные, конкретные, четкие шаги. То есть это личности что-то нравится, что-то нет из своих. Какие-то желания. Их нужно удовлетворять. Поэтому называется служение Богу. Служение Богу. Поэтому сейчас мир пытается служить вот этому безличностному аспекту. Там движение зеленых. очистим нашу природу пятое-десятое такому служению и безличностному аспекту. Чтобы было чище, ярче, лучше. Но это только начало. Это причем очень смешно так даже смотрится иногда. Особенно меня радуют зеленые. То есть они защищают животных изо всех сил, но сами их едят. Это такой для меня нонсенс некакий. То есть столько усилий, денег на все это выкладывается, чтобы спокойно потом съесть. Спасти, чтобы съесть. Слозунг зеленых. Спасти, чтобы съесть. Ну, уже кто-то съел. Какая проблема? Ты съешь, или он съешь. Зеленый съест, или оранжевый. Какая разница. И тот, и тот сожрет, как-то. Спасатель. подозрительный. Спасатель. Очень странно. Поэтому это да, это желание что-то сделать, но непонятно что. Чем интересно Бхагавадгита? Она дает ясность и конкретно. Очень четко и понятно. Проясняет эту идею. Очень ясно и конкретно. Я не богослов, я воскаковец. Поэтому насколько это уместно в концепции лекции по Бхагавадгите. Может по Бхагавадгите спросите? Давайте. Интересно. Вкусы к Богу? Вкусы к счастью. Или к счастью? К счастью. К счастью или к Богу? Определитесь. Я просто понимаю, что Бог больше счастья. Бог это источник счастья. Да. Нету вкуса к счастью. Не верю. Не верю. Вот в эту фразу я как-то не верю. Кто еще не верит? Я не верю. Он не верит еще. Не верит, что у вас нет вкуса к счастью. Простите. Определите как-то по-другому свой вопрос. Не ощущается. А, не ощущается. Да. То что? Это говорит о том, что нужно его ощутить. Вы купили там банку сгущенки в магазине. Приходите ко мне и скажите, у меня проблема. Я не могу ощутить вкус сгущенки. Но откройте, ощутите. Поэтому, если вы практикуете духовную жизнь, вы обязательно ощутите и Бога, и духовность. Нет даже такой проблемы. Нет такой проблемы. Быть не может. То есть, если вы открыли и попробовали все, у вас глаза осуловелы. Потому что вы съели банку сгущенки. Ели когда-нибудь банку сгущенки? Так бывает иногда целиком. Раз, съел, нормально. Да? Вот я смотрю вам. Все зло выбавить. Не один я грешен чувствую. Да. Так иногда потягивает на банку сгущенки. И так же из духовности. Если вы погрузились в духовность, тоже есть этот опыт. Уже сомнений нет. Все знают. Банка сгущенки нормальная. Хороший праздник. Также, если вы ощутили духовный опыт, нет сомнений. Он у вас есть просто духовный опыт. Поэтому, это не то, о чем можно спорить, говорить или доказывать. Это все равно, что мы сейчас будем вести спор вкусная сгущенка или нет. Какой смысл об этом спорить? Нет смысл об этом спорить. Это нужно попробовать. Это абсолютно опытная вещь. То есть, духовность это самый лучший вариант науки. Если ты попробовал, ты получил этот опыт. Все, этот опыт у тебя уже есть. И твои сомнения разрушены. То есть, веры никакой нет. Никакой веры нет. Есть реальный опыт. Реальный опыт. Поэтому, то, что должен сделать человек просто, это один раз получить этот духовный опыт. И все. Это, знаете, это как НЛО. Мир делится на две категории. Одни видели, другие нет. Вот и все. Те, кто видел, у них сомнений нет. Те, кто не видели, они ни во что не верят. И мы можем сколько угодно спорить на эту тему. Кто видел НЛО? Я видел три раза. Мне они уже надоели. Я не знаю, куда от них бежать. И мы можем сколько угодно спорить, говорить, но если вы один раз видите действительно реально, то есть у вас нет никаких сомнений. Вы живете дальше спокойно. Какая проблема? Ну, это проблемы нет. А поэтому это не вера, это опыт. Есть опыт или нет опыта? Какая тут вера может быть? Ну, Опыт. Опыт. Необходим опыт. Ищите опыт. Идите, берите открывашку, открываете банк сгущенки. И держите. Пока глаза не ослабеют. И будет опыт. Вот какого там, пятого, шестого. Да? Будет, будет не банк сгущенки, а будет бассейн сгущенки. Потом съездите, откройте для себя опыт. Такая проблема. Угу. Все вопросы. Разобрались. Что происходит с человеком, который в кем-то яхтанкнулся, что он с ним все интересовало, то, что он видит, как это соотносит с душой, потому что описывает его, как свое любви. И он очень необычный. То есть, такой, да, такой, естественно, в конце, не менее. Его лучше не встречать, я могу сказать. Это погружение в большую иллюзию. Погружение в большую иллюзию, но самое дно иллюзии. Самая дно иллюзия, это когда сознание отключено. И сознание может быть абсолютно довольным в отключенном состоянии. Это и есть наркотическое опьянение. Когда активность на нуле, а сознание счастливое в этом. То есть, когда нас полностью устраивает отключенное сознание. Это и есть низ деградации. Потому что сон нам не нравится, вы заметили? Вот спишь, спишь, потом уже не можешь спать. Как-то если это вот, ну вот, хочется что-таки реальности какой-то. Долго спать невозможно. Замечали? Как-то противно долго спать. Хочется, так, пораньше проснуться как-то. Хочется быть потрезвее, да? Долго спать невозможно. Невозможно целый день валяться и спать пытаться. Нет. Поспали и нормально. Я слишком много поспал, даже как-то так нехорошо. А вот наркотики, они затягивают. И человеку хочется быть отключенным. Просто хочется. Он не хочет ни секунды быть в реальности. Были у меня друзья, еще лыб. Он просто не может быть в реальности. Как только реальность пришла, все, нужно опять отключаться. Просто опять отключаться. И человек готов на все, чтобы быть отключенным. И ему хватает этого мира. А там такой мир. Ад, на самом деле. На самом деле, то, что они веют, это ад. Это ад. Натуральный ад. Поэтому они полностью подключены к аду. То есть, их сознание, в самом деле, они веют ужасом. Один сплошный. Просто ужас. Один сплошный ужас. Ужасные вещи. Этого можно добиться, конечно, и с помощью других явлений. Там белая горячка, тоже веселое состояние. Тоже, в принципе, скажите, погружает в пучины ада натуральные черты. Просто натуральные черты. Начинают в гости приходить. Говорят, ой, здорово, наш человек. Ты же наш. Что ты тут делаешь среди людей? Ты же наш. Черт. Посмотри на себя. Ты же такой же черт, как и мы. И он становится чертом. Поэтому это, конечно же, самый низ. Самое деградированное состояние, потому что не хочется никакой реальности. Просто не хочется никакой реальности. Это такой путь во что-то вроде камня. Просто быть камнем. Хорошо, спокойно лежишь, но ты не трогаешь. Есть своих мыслей. тканей. Очень тяжелый состояние. Не человеческое, это так-то. Не человеческое состояние. Угу. Еще. Пусть еще. Вот. Ушарка подписывается то, что то есть, послечили 5-6 лет начнется вот или будет быть, что мы сплечили то, то есть, как раз тот период, который там с чаткой и мы уже ничего обстоят. Начальник пациент не что Бхагавадгид Они смогут прочитать Бхагавадгид. Раньше это было невозможно. Факт. Вы не могли раньше взять, купить Бхагавадгид и прочитать. Это было просто невозможно. Просто невозможно. Просто не было такого варианта. не было. Сейчас, пожалуйста, не заставишь никого. Возможно съесть никому не нет. Вот это золотой язык. Когда настолько много, что даже никому не нет. Все хотели коммунизма, коммунизм пришел. Духовность бесплатна. Берите не хочу. Сок хотите. Духовность только хочешь. Это идея коммунизма. Чтобы все богатства были бесплатны. Пожалуйста. Духовность самое великое богатство. Сейчас ее сколько хочешь. Сколько хочешь. Никому не надо. никому не дописывается. Поэтому золотой век пришел. Самого ценного сколько хочешь. Бесконечное количество. Поэтому люди расслабились. Они ходят. Если представляете улица будет золотом выкладывать. Это будет золото с ними. Перестали с ними. Но сейчас везде есть духовность. На каждом углу. На улице прямо все пристают. Духовность. Если что хотите. Пожалуйста. Но человек это не ценит. Не ценит. В общем проблема. Олег пришел. Пользуйтесь знаний. Знаний о чем? Он может захотеть действовать. Если он начнет действовать то он получит опыт и тогда встанет в действие. решает все. То есть можно сколько угодно читать этикетку на банке. Там состав написан гост дата там все. Но если человек не откроет и начнет есть толку никакого. Просто никакого. Момент очищения? Нет. Если не начнет действовать даже иногда во вред не быть. Потому что знание не проявленное в действии это осквернение. Факт. Поэтому знание необходимо в действии. Поэтому знание и направлено на действие. О чем идет речь во всей этой книге? Сложно действовать. Действовать не действовать. Абджуна не выслушал Бхагавадгиту и не пошел спать довольный. Он пошел сражаться. Действовать пошел. А мы идем спать. Факт. Вот натуральный факт. А он пошел сражаться. В этом отличие его Бхагавадгиты от нашей Бхагавадгиты. Причем мы идем спать очень довольные. Понимаете? А он пошел сражаться. Поэтому до тех пока мы не пойдем сражаться Бхагавадгита не будет понят этого. То есть мы должны начать действовать. Действовать пока мы не действуем Бхагавадгита не понят. Не понят. Угу. Да. 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 Можно, но не обязательно. Можно, но не обязательно. Читать очень важно. Когда мы читаем, да, мы находим те моменты, о которых можно поговорить. Это некоторый диалог. Мы становимся участниками диалога. Тогда потом слушание более качественное. Поэтому я всегда прошу, чтобы вы прочитали то, о чем будем говорить. Тогда слушать интересы. Да, если не лень, почему не. Это же язык Бога. Да. 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 Почему не. Все нужно читать. Никакой проблемы нет. Можно даже выучить немножко сзади есть как читается санскрит. Самому еще на санскрите чекать. Можно читать как угодно. Главное потом слушать об у Угу. 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 Слушание меняет сердце, да, но потом нужно задавать вопросы. То есть, если вы просто послушали, то этого мало. Не знаю, что потом еще можно было задать вопросы. Потом нужно пойти к живой личности и поговорить. Задать вопрос. Это очень интересно. И люди задают вопросы. Интересно почитать, как другие люди задают вопросы. Учились праздновать. Праздники, да. Молодцы, так сказать, погружаются. Погружение необходимо. Подобрались? Все довольны? Сейчас. Последний. Хорошо. Что перед впечатлением? Все дополнительные мантры, они уже, так сказать, для красоты. То есть, они, конечно, дают нам некоторый заряд. Все дополнительные мантры, они уже, так сказать, для красоты. Радости, эмоции. Поэтому можно читать свои любимые стихи. Как даны основные стихи, которые следует читать человеку в минуты духовной радости. И они вот в введении здесь приведены. Введение страницы 17. Вот это стихи, которые следует читать. Видите, да? Все открыли? Такого есть. 17 страница. И здесь это стихи. О, Магьяна, Тимиран, Дасья. Енан, Джанан, Шалакая. Чакшурун, Милитан, Ена, Тасмай, Шри, Гураве, Намаха. Шри, Читане, Манопхиштам. Хабитам, Ена, Пхутале. Своям, Рупак, Адама, Хаям. Дада, Тисва, Падан, Тикам. Видите? И очень красивые стихи. Поэтому все они идут дальше. Ванды, Хам, Шри, Гурок. Видите, дальше идет? Шри, Ута, Падакамалам. Шри, Гурун, Вайшнавам, Шча. Шри, Рупам, Саграджатам. Сахагана, Раккунатхан, Витам. Садживам, Садвайтам, Саваткутам. Париджана, Сахитам. Кришна, Чайтанья, Делам. Шри, Радха, Кришна, Падан. Сахагана, Валита. Шри, Вишакхан, Витам, Шча. Следующий стих. Шри, Кришна, Каруна, Синку. Дина, Бан, Худжагат, Патэ. Гопиша, Гопика, Канта. Радха, Канта, Намастутэ. На другой странице переверните. Тапта, Канте, Нагауранге, Радхе, Вриндавани, Шваре. Ришакхану, Сутадеве, Пранамаме, Хариприе. Следующий стих. Ванча, Калпа, Тарубешча. Грипа, Синхубья, Эвача. Патита, Нам, Павани, Пшо. Вэшна, Лепшо, Намона, Маха. Это называется молитва Мангавачирана. Это основные молитвы, которые можно читать в любом случае. В начале, в конце, в середине, перед, после. Это основные стихи, которые настраивают сознание на духовный лад. Этих будет достаточно. Выучите, будет хорошо. Вот эти все, да. Вот они, вот те Мангавачиран, вот вплоть до Харе Кришна мантры. Все это молитвы Мангавачирана, они вместе читаются. Да, всегда, везде. Это основные молитвы, настраивающие сознание на духовный лад, на правильный лад. Поэтому вот их можно читать в начале, после, в серединке, очень красивые. как так. Ах, конечно. Хорошо. Alaska. Мах €y. Продолжение следует...